МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика в студии Максим Попов. Прямо сейчас о главных событиях в Чувашии. Продэкспо-2020. В Москве стартовала международная продовольственная выставка. Предприятие Республики среди участников. Импорта меньше, внедрения новейших отечественных разработок больше. О развитии электротехнической промышленности и цифровой энергетики говорили сегодня в столице Чувашии. Хоккей в четыре руки. В Новочебоксарском лицее номер 18 прошел турнир по настольному хоккею. С рабочим визитом в Чувашии побывал заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. На Чебоксарском электроаппаратном заводе он провел совещание по вопросам развития электротехнической промышленности. Далее продолжит Рефат Фаткулин. У завода немало фундаментальных разработок, практически готовых к освоению. Микропроцессорные устройства релейной защиты – особая гордость. Их используют в разных отраслях – от электроэнергетики и нефтегазового сектора до космоса. Сегодня ЧААС обеспечивает энергетическую безопасность всей страны. Релейные оборудования завода используются на большинстве объектов российской энергетики. На предприятии ведут постоянную работу по совершенствованию системы качества. В серии БЭМ, которую вы видели, проходят испытания в лаборатории. Это Саров. По факту окончания испытаний мы уже передаем в стек документы и получаем исключение. Как раз с ними общались, там был ряд вопросов вчера, наверное, часа два. То есть в этом году вы видите на десертификацию? Вот. Понимаете? Да. Именно так. Разговор о перспективах базовой релейной защиты продолжился на совещании. Инновационные технологии двигают профессиональные кадры. Современная наука очень нуждается в них. Сегодня в республике более 200 электротехнических компаний. Из них 30 входят в отраслевой кластер. Все это обеспечивает чувашским производителям доминирующую роль на рынке электротехнического оборудования, релейной защиты и автоматики. Это более 40% по российскому рынку. Реализуются поставки в десятки стран ближнего и дальнего зарубежья. То есть в этом сегменте экономики республики сформирован солидный научно-технический и производственный задел. Но, конечно, есть резервы для дальнейшего развития. Это касается и технологического перевооружения мощностей, и внедрения цифровых решений, и расширения продуктовой линейки. И, кстати, вот за то небольшое время, которое я смог посетить сегодня несколько предприятий, я уже вижу, что есть возможности, в том числе и для наращивания кооперации внутри республики. В частности, вот на Хэвеле мы обсуждали эти вопросы. Мне кажется, здесь надо вместе с регионом нам поработать. Мы готовы посмотреть со стороны федерации, чем сможем помочь. А здесь на вашем уровне нужно будет просто правильно выстроить кооперационные связи. Что делать энергетику с завтрашнего дня? Уже сегодня надо думать о кадровом резерве. В частности, увеличение бюджетных мест. Я думаю, что мы будем разговаривать, конечно, с коллегами из Министерства науки и высшего образования. И вполне возможно, с учетом положения послания президента, мы найдем тоже здесь соответствующую поддержку. Поэтому будем идти, как говорится, шаг за шагом, решая одну проблему. Вполне возможно, у нас появятся новые задачи. Намеренно ставить все большую планку перед собой с тем, чтобы нам быть, если не впереди, но как минимум конкурентными. Затронули и финансовую сторону вопроса. Мы ведущие по всей стране и даже продвигаемся на мировые рынки. Мы не используем активно все возможности, которые есть, для того, чтобы занять более серьезные позиции. Есть проблемы, связанные с лабораториями, за которые надо много платить. Испытательные центры. Эти лаборатории могли выпускать сертификаты, применяемые во всех сферах, отраслях. Мы постоянно будем вместе с правительством Чувашской республики продвигать. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня же состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева и заместителя министра промышленности и торговли России Михаила Иванова. Михаил Иванов отметил, что в Чувашии он во второй раз успел побывать на многих предприятиях. У электротехнической отрасли региона мощный потенциал для дальнейшего освоения рынка. Республика входит в одну из двух, которые курирует сегодня Министерство промышленности и торговли. Мы совместными усилиями завершаем работу по программе социально-экономического развития Республики Чувашия. Сейчас решаются вопросы с финансированием. Безусловно, те предприятия, которые мы сегодня видели, они являются основными участниками этой программы. И поддержка региона, если посмотреть цифры 2015 года и цифры 2019 года, увеличилась кратно. В 2019 году почти 800 миллионов рублей было предприятиям региона направлено по разным механизмам поддержки, которые сегодня существуют в периметре промышленной политики. Правительство Республики находится в постоянном диалоге с промышленниками. С тем, чтобы мы поняли, где мы друг другу можем помочь взаимно. Самое главное, из такого взаимодействия должны появиться возможности, может быть, направления развития малого и среднего предпринимательства. Потому что многие предприятия заинтересованы не все самим делать, а что-то уже отдавать, скажем так, партнерам. Заместитель министра промышленности и торговли страны Михаил Иванов посетил и ЦХ «ЭЛАРа». Одно из ведущих приборовостроительных предприятий страны отмечает 50-летие. На нем производят системы управления бортовой вычислительной техникой, оборудование для военной и гражданской авиации. Предприятие ассоциирует сил партнеров с высокими технологиями. Аккаунт временно исполняющего обязанности главы Чуваши Олега Николаева в Инстаграме был фальшивым. Информация, которая до недавнего времени размещалась в данной соцсети, не была инициирована и согласована ни с самим Олегом Николаевым, ни с его окружением, сообщается на официальном сайте в Рио главы региона. Появление таких фальшивых аккаунтов в администрации главы Чувашской республики я расцениваю как запрос общества на получение информации из удобных источников, отметил сам Олег Николаев. В связи с этим новая официальная страница уже создана. Ссылку вы сейчас видите на экране. Также у в Рио главы региона есть официальные действующие аккаунты в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. В Москве стартовала международная выставка ProDex. Посреди участников и предприятия Чуваши производители республики демонстрируют потенциальным заказчикам экспортный потенциал. Подробности у Дмитрия Ковалева. На голодный желудок на эту выставку лучше не приходить. Соблазн продегустировать экспонаты предприятий слишком велик. Здесь и местные деликатесы, и товары для здорового питания. ProDex собирает вместе производителей напитков и продуктов со всего мира. В одном из самых крупных выставочных центров Москвы заняты все павильоны. В этом году среди участников форума ProDex по более 2,5 тысяч предприятий из 70 стран. Многие производители именно здесь представляют новинки, которые планируют в ближайшее время отправить в торговые сети. Задача предприятий – наладить взаимовыгодные контакты. И очень важно, что здесь присутствует шесть предприятий Чувашской республики. И надо сказать, что они очень широко представлены, с большим ассортиментом продукции и используются большим спросом и интересом. Экологически чистая территория, хорошая продукция – это наше преимущество сегодня. То, что производится без ГМО, на хороших чистых полях. Предприятия республики ориентированы на экспорт. В этом году крупная кондитерская фабрика региона может наладить прямые поставки в Китай. С партнерами из Поднебесной уже проведены деловые переговоры. Экологически очень интересное место. И вообще мы выделяем очень большое внимание именно на российские продукты. Нам очень нравятся российские вафли и конфеты. Вообще-то сладости. Просто немножко сладкие, слаще для китайцев. Но мы, как я говорил раньше, мы все эти моменты решим. А на Запад уже поставляют чувашский квас. Подобные выставки как раз и помогают производителям заявить о своей продукции на весь мир. У предприятий республики большой экспортный потенциал. География продаж растет каждый год. Буквально, скажем, в прошлом году ребята мне скинули с Америки, с Нью-Йорка, что наш квас там присутствует. Правда, конечно, не мы напрямую это отправляли, а отправляли наши дистрибьюторы, партнеры. Выставка про текст, это, во-первых, планирование, хочу сказать. Потому что на этой выставке мы встречаемся с нашими партнерами, прописываем планы, подтверждаем, какие заявки, какие там есть предложения. Ключевые темы деловой программы – развитие рынка, органической продукции и подготовка к весеннеполевым работам. От которых и зависит продовольственная безопасность регионов страны. Господдержка агропромышленного комплекса выходит на первый план. Среди задач, обозначенных временно исполняющим обязанности главы республики, наращивать темпы известкования почв. 90% затрат возместят из федерального бюджета. А вот видение, за какой срок мы можем за счет тех средств, которые у нас есть, реализовать изыскование с тем, чтобы эти земли соответствовали современным стандартам производства соответствующих агротехнических работ. В целом, вот эти 189 тысяч гектаров мы разделили на 5 лет. Тогда соглашаемся, коллеги? В правительстве республики намерены увеличивать объемы экспортных поставок сельхозпродукции за рубеж. Это один из пунктов программы ускоренного развития республики, реализацию которой временно исполняющие обязанности главы региона обсудят в Москве. Прежде всего, хотел бы выделить эту предстоящую встречу с министром промышленности Российской Федерации Мантуровым Денисом Валентиновичем, куратором нашей республики по программе социально-экономическое развитие. Итоги выставки Протэкспо подведут на этой неделе. Предприятия Чувашии рассчитывают заключить многомиллионные контракты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. В столице республики судебные приставы провели рейд по взысканию неоплачиваемых штрафов. Вместе с ГИБДД они ловили должников прямо на улице. Проведение совместных межведомственных рейдов, как показывает практика, весьма эффективно. Один из экипажей дежурил на восточном подъезде города Чебоксары. Остановленных водителей судебные приставы пробивают с помощью банка данных исполнительных производств. Звозных неплательщиков определяют по госномерам на транспортных средствах с помощью специального приложения. Сотрудники госавтоинспекции судебные приставы напомнили автовладельцам о возможности контролировать наличие долгов через интернет, а также о необходимости своевременно их погашать. Напоминаем автовладельцам, что кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает 50% скидку в случае оплаты штрафа за нарушение ПДД не позднее 20 дней со дня вынесения постановления. Уйти от ответственности у нарушителей не получится. С каждым годом аппаратно-программных комплексов на дорогах становится все больше, а меры по борьбе с должниками все строже. А неуплата административного штрафа в срок предусмотрена настоящим кодексом. Вечет наложение административного штрафа в другатном размере суммы неоплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей. Либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Не все водители в этот раз уехали на своих автомобилях. Всего за полчаса инспекторы арестовали одно транспортное средство. Вынесли два исполнительных производства на сумму около 40 тысяч рублей. Наталья Мальчикова, Республика. Когда твой холст – школьная стена. В Синьял-Покровской школе Чебоксарского района появился арт-объект, дополнивший зал боевой славы. Кисти и краски – творческие каникулы первокурсника архитектурного. В прошлом году Иван Кириллов выпустился из Синьял-Покровской школы и после первой сессии в университете вернулся сюда, чтобы превратить обычную школьную стену в арт-объект. Дети, конечно же, постоянно, скажем так, зависали возле стены. Все-таки затягивало прям заметно. Было приятно, много приятных слов в плане того, что красиво, молодец и так далее. Ну и я рад, что детям все-таки хоть чем-то полезным занял. Буквально на пару минут. И все-таки я думаю, что это лучший подарок в школе – это память. Это все-таки самое важное событие в годы Великой Отечественной войны. Это символ победы. Это честь. Это уважение к тем, к нашим солдатам советским, которые подарили нам победу, подарили нам жизнь. Две банки краски, четыре баллончика плюс творческий подход. И знаковое фото знамени победы над Рейхстагом ожило на стене возле школьного зала боевой славы. Тут учителя, учителя истории и другие учителя проводят уроки. Но дети всегда интересуются. Приходит и сельская молодежь, и население нашего поселения. У этой картины, как и у оригинальной фотографии, теперь есть своя история, которую будут рассказывать во время экскурсий и уроков. Ирина Волкова, Юлия Адюкова, Бахтияр Велиев, Республика. Будь уверен, будь здоров. Всероссийская благотворительная акция проверки тонометров проводится в стране второй раз. В прошлом году в ней приняли участие более 10 тысяч человек. Она призвана напомнить о том, что важно проверять измерительные приборы. В день акции 11 февраля в Чебоксарах метрологи Росстандарта сделали это бесплатно. Специалисты говорят, что корректность и стабильность показателей тонометра очень важны для контроля состояния здоровья. Я хочу узнать, насколько верны показатели моего тонометра. Посмотрите, пожалуйста. Развлечаю эталонный прибор с вашим тонометром. Допустимая погрешность 3%. Ваш прибор точный. Верно говорят, доверяй, но проверяй. Много лет верой и правдой своему хозяину прослужил этот тонометр. Но теперь он дает сбои. Пенсионер Александр Прохоров в делах сердечных недоговоренностей не терпит. Вот и пришел на проверку. Я инвалид третьей группы, чтобы узнать, как она работает. Нормально работает или ненормально. Вот все показывает. И этот, как с сердцем работает, есть сигнал. У меня сердцебиение иногда неравномерно работает. В прошлом году в рамках акции специалисты проверили около 400 тонометров. Каждый десятый прибор по результатам проверки оказался непригодным. Это значит, ежедневно сотни людей рискуют здоровьем, ориентируясь на показания своих тонометров. Я пользуюсь этим тонометром лет 20. Я всегда слежу. Я после инфаркта, поэтому 200 даже поднимается. Если и ваш тонометр бьет рекорды, пора его проверить. Ведь, как признались многие посетители, они даже не задумывались о том, что тонометр может врать. И не знали, как нужно действовать в этом случае. Манжет не работает. А вот новый манжет купила, новый, новый. И он переломался. При негерметичности манжеты специалисты рекомендуют заменить ее. Либо приобрести новый прибор. В ряде случаев сбиты настройки, и это легко исправимо. После проверки специалисты дали не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправностей. Эта акция у нас проходит уже второй год. Ее запустил в прошлом году Росстандарт. В основном люди приносят свои и тонометры соседей. Мы проверяем тонометр на работоспособность и на правильность показаний. Это все бесплатно. В порядке живой очереди всего за несколько часов специалисты проверили около 200 приборов. Единственное, такие акции проходят лишь раз в год. Остальное время проверить тонометр можно только за плату. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика. «Учитель будущего» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В этом году пять школьных команд «Чувашия» вышли в полуфинал этого профессионального конкурса. Среди них учителя в Урнарской средней общеобразовательной школы номер два. Мы, команда единомышленников, представляются полуфиналисты проекта «Учитель будущего». Для участия в конкурсе объединились преподаватели по таким разным, на первый взгляд, школьным предметам – географии, математике и информатике. Мы общаемся в жизни с учителями этими. Мы учились вместе. И нам как-то вместе удобнее работать. Первый этап индивидуального тестирования успешно пройден. Впереди у учителей много командной работы. В полуфинале их ждет педагогический триатлон, который включает в себя педагогические дебаты на заданную тему «Методический конструктор» и «Кейс-игру». Мы планируем, конечно, что да, мы хотели бы пройти этот полуфинал, чтобы у нас все это удачно получилось, и намеренно нацелены на победу. Пока готовимся, собираемся, мысли собираем. Отличным подспорьем в подготовке к конкурсу стала точка роста. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей открылся в школе в прошлом году. Здесь преподаватели со своими учениками часто собираются для мозгового штурма. Ведь в случае выхода в финал команде учителей предстоит продемонстрировать открытый урок географии с применениями знаний по информатике и математике. Слушайте, а ведь квадрокоптер можно запрограммировать на любой полет. Вот с помощью его мы как раз и обновим карту нашего поселка. Точно! А правильно нанести данные на карту нам поможет мой любимый предмет – математика. Очный полуфинал команд ПФО пройдет в Уфе в марте. В нем выступят 50 команд. Чувашу на этом этапе помимо вурнарских учителей представят команды еще четырех школы республики. Богдана Дойникова, Валерий Резюков, Республика. В Новочебоксарском лицее номер 18 прошел турнир по настольному хоккею. Его участники – отцы и дети. Совместные игры объединяют поколения. Здесь почти все, как на турнире по хоккею на льду. Шесть игроков, штраф за задержку шайбы и крики болельщиков. Шайбу! 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 Только вот принимать решение и действовать нужно одному игроку за всех. Настольный хоккей развивает очень хорошо моторику рук и мыслительность быстрая. Очень тяжело схватывать вот так вот все сразу игроки. Приходится очень сильно думать. В турнире по настольному хоккею приняли участие школьники из трех школ Новочебоксарска. Желающих с каждым годом становится все больше, заверяют организаторы. Участники проходят серьезный отбор. Это спорт, хоть и в виде игры, но он развивает в детях, во-первых, уважение к своему сопернику. Мы об этом говорим обязательно в самом начале. Он развивает спортивное качество, напор, точность, то есть моторика рук и так далее. То есть вот спорт такой интересный, но и в то же время это игра. В настольный хоккей играют не только настоящие мужчины, но и очень смелые девочки. Настя Кузикова идет к победе. Тренируется два часа в неделю. Хоккей настоящий – это мужское вид спорства. А тут в настольный хоккей могут поиграть девочки. Тут мы все на равных. Главное – реакцию рук. Главное и то, что настольный хоккей объединяет взрослых и ребят. Соревновательному азарту покорны все божественные. Наша семья, конечно же, создает семейный дружный коллектив и общение с детьми. Что самое важное – это общение. Это то, что мы передаем нашим детям. Победителями турнира стали 15 участников. Главный же приз – золотой шлем – достался команде игроков Новочебоксарской школы номер 19. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика. Это главные новости к этому часу. Прямо сейчас вы узнаете о самых последних разработках в стоматологии. А я с вами прощаюсь до завтра. Стоматология – одна из самых бурно развивающихся направлений в медицине. Каждый день появляются новые технологии, способы лечения, протезирования, имплантации. Профессиональная клиника «Дентомед» идет в ногу со временем. Уделяет большое внимание обучению сотрудников и повышению их квалификации. Отрадно то, что большинство современных методик здесь используется. Методик лечения, методик диагностики. И в частности, один из таких наиболее достоверных, прогрессивных методов лучевой диагностики – это компьютерная томография. И именно об этом сегодняшний семинар сейчас существует очень выраженная и повсеместная тенденция междисциплинарного подхода. Работы на стыке двух специальностей – стоматология и отторинолерингология. Применение последних научных разработок на самом современном оборудовании – залог успеха и отличного результата лечения, считают специалисты клиники. Это очень нужное направление – это радиодиагностика, потому что нельзя оказать качественную помощь, не приведя к качественной диагностике. И поэтому очень много осложнений бывает только из-за того, что врач не досмотрел, не долечил, не доглядел. Поэтому диагностика, она на сегодняшний день необходима. Без компьютерной томографии невозможно сегодня работать. В клинике «Дентомед» оказывают все виды стоматологических услуг – лечение, протезирование, дентальную имплантацию, исправление прикуса, зубосохраняющие операции. И практически в любом виде лечения применяется 3D-диагностика. В нашей клинике мы делаем 3D-диагностику, анализировать до, после свои результаты в динамике. Каждые полгода мы всем делаем эти снимки и можем сразу на начальных этапах устранить болезнь. Один из самых распространенных страхов среди посетителей клиники – боязнь излучения при проведении компьютерной томографии. Но риск для организма минимален, отмечают врачи клиники. Принято считать, что рентген-диагностика очень опасна. На самом деле компьютерная томография – это не рентген-диагностика, как почему-то думают в России. И один снимок компьютерной томографии, томографа последнего поколения, который имеется у нас в клинике, в 10 раз ниже дозировка, чем один час полета на самолете. Курс трехмерной радиодиагностики для специалистов клиники состоит из пяти циклов. Результат – правильно подобранное лечение без рисков и осложнений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова